Старт реконструкции детячей областной клиничной больницы в 2016 году дало распоражение президента. Будовля стала агульно-республиканской. Великие бюджетные дотации, спонсорская допомога и охверование. В будовництве принял дел практически каждый белорус. Увы, некую побудовали палац. Миновата так Александр Лукашенко выказал все прообращенное. Медицинская допомога маленьким пациентам за всей Гомельской области теперь вышла на новый узровень. Тут все по обложнему слову техники. Два новые семиэтажные корпусы дозволили створить отделение, яких ранее не было, а истинующие поширить практически в два раза. Знахожение пациентов стало куда больше комфортней. Первый раз в такую больницу попала. Очень атмосфера, очень хорошая. Люди очень отзывчивые, добрые. Врачи очень. Больница, конечно, на лучшем уровне. Комфорт, конечно, важен, а легаловный плюс побудованного медицинского центра у тем, что у Гомеля на рэште у одном месте удалось собрать дитяших урачов у всех медицинских направлений. Хирурги, травматологи, рейматологи, педиатры разного направления педиатры – они все здесь. И это очень важно, потому что, когда возникала необходимость их консультации, ребенка приходилось здесь возить или приходилось привозить консультантов, сейчас мы все здесь, на этой базе. У башенному больнице президент застался задоволенный, а восьмогом сельмаша риторика была уже иншая. У размове с коллективом завода президент отзначая, ближайшие два-три годы будут складанными. Это связано у тем лику с недобросумленной конкуренцией и невыконанием обвязальництва у рамках Евразийского экономичного союза с боку России. Мы зажаты с запада разными лекционными классами и так далее, нехоландами. И мы зажаты, к сожалению, с востока нашим старшим братам, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Вы это знаете. Они, Россельмаш, свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в рамках Евразийского экономического союза. Это неправильно, это несправедливо. И эту проблему мы, конечно же, будем... Мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительства и даже президентов. Президент отзначил, что будут прикладаться намагания для створения ровных конкурентных умов. От Гомсельмашалцев потребуется у первую шаргу попрацовать над якостью продукции. Так само президент дарушил запустить Украине масштабную программу по одновлению и модернизации старой техники. И это тычется не только Гомсельмаша, але и МАЗа, МТЗ. Приведение парадок старой техники могло бы стать полновартосным, додатковым накерунком работы, якая была бы запотрабована не только в Беларуси, а и в сумежных краинах. Отслужил в колхозе, в совхозе, по-старому говоря, в сельхозкооперативе у фермера комбайн 8-10 лет, изношен, он его под забор покупает новый. Надо не под забор, надо пока он на ходу, изношенный комбайн, его сюда. Это будет дешевле для крестьянина, а для вас новый объем работы. Если это позволит сохранить трудовой коллектив здесь, для меня благо. То, что это будет выгодно крестьянам и государству, это тоже благо. Сельмашилцы подшули из вузного президента, има быть головные для себе слова. По-перше, держава подрымливая модернизацию, какую я не хочу изробить, а по-другое, не отмовиться от контрольных пакетов акций предприемства. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным. Я знаю, к чему приводит приватизация. Я боюсь, чтобы наш завод, Россельмаш давно предлагают, давайте приватизировать, мы готовы купить. Я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. А все остальное, ценное, будет и конструкторские разработки, и наушно-технические, все там, в Ростове. А мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно. Должны быть партнерские отношения. После размобы с президентом, работники завода своими уражениями поделились с журналистами. В принципе, все хорошо. Нас оценил, но попросил, чтобы мы более качественно работали. И мы будем стараться выполнять свою работу более качественно, для того, чтобы оправдать его надежды. И предприятие наше продолжало работать долгие годы. Мне приятно было слышать о том, что он сегодня похвалил наш суперкомбайн. Мы тоже им гордимся. Мне приятно было слышать о том, что мы хорошо сработали по импортозамещению, потому что я ведущий инженер-технолог по импортозамещению. Прозвучало напрямую, открыто, что контрольный пакет государства никому не собирается передавать, что хочет кто-то войти в долю к нам. Ну, пожалуйста, пусть входит и помогает нам, и мы им поможем своей техникой. Этот коллектив успокоит. И, я думаю, разговоры после этого разговора они полностью все прекратятся. Еще напереды дни визиты у Гомель президент отзначил, что эта поездка будет, так сказать, контрольной. Керавник державы проверить, как выполняются его дорушения. И этой якость реконструкции больницы выник распроцовки нового суперкомбайна. Экзамен керавника державы Гомель вытрымал, али напереде яшчэ шмат работы. Настасия Кучинская, Валерий Хапанько, телерадио «Кампания Гомель».